мне тут задают вопрос почему я не рекомендую применять рулетки давайте порассуждаем сейчас с вами на тему что такое рулетки о шлейках давайте я начал разговаривать а вы там по ходу пишите вопросы и я буду отвечать потихонечку включая в тематику сегодняшней нашей беседы что мы хотим добиться от собаки мы хотим все добиться абсолютно практически все хотим добиться кто является владельцем собаки чтобы она ходила рядышком с удовольствием с удовольствием для вас для собаки с удовольствием и тем самым мы пытаемся создать возле собаки зону комфорта нам не нравится когда собака тянет поводок да вот теперь давайте представим что такое рулетка рулетка это механическое приспособление которое вытягивает именно тросик собирает в кучку то есть он не провисает не болтается он находится в постоянном натяжении и вот когда мы с вами заводим собаку да это удобно я согласен с вами можно нажать на кнопочку ограничивать можно отпустить ее но собака уже с детства привычается к тому чтобы тянуть поводок а нам это надо чтобы собака у нас тянула поводок я вот сейчас думаю что большинство как бы которые вот ты сейчас один сидишь смотришь да а потом я все это выложу в ютуб и думаю что большинство как бы зрителей скажет что нет конечно же не надо то есть именно рулетка она чем плоха она плоха тем что мы собаку изначально приучаем тянуть поводок а потом удивляться начинаем чужина у нас тянет поводок мы никак не можем ее отучить а мы сами ее приучили с самого детства тянуть этот самый поводок вот именно поэтому я и против рулетки собственно говоря теперь о видах поводка давай порассуждаем какие поводки бывают там нейлоновые поводки да бывают кожаные поводки бывают поводочки в виде вообще пружинки такой он собирается ну в качестве чего мы используем поводок мы поводок используем в качестве средства контроля над собакой да то есть если собака у нас куда-то начинает бежать вперед то мы ее посредством поводка начинаем о герге то есть нам нужен какой поводок уже изначально мы с вами вот сейчас вот нам нужен поводок который наше малейшее движение нашей рукой будет передавать именно собаки собак собака пристегнута у нас или на шлейке или на шейнике его для того чтобы передать нашу волю наше желание собаке мы воздействуем посредством поводка то есть нам не нужен поводок который будет как резинка растягиваться да вот то есть вот эти вот поводочки которые в виде колец такие они удобны в как в каком плане что они тоже опять же не провисают но если ты захочешь подкорректировать немножко собаку то она будет тянуться и подпружинивать так это кофевая кубня включилась сейчас я нет а что ты по шлейкам хотел узнать какая у тебя собака вообще именно для чего шлейка то есть шлейки они же разные бывают тоже бывает там ездовые шлейки собаки тоже разные бывают бывают собаки маленькие например вот для которых шлейки нужны бывают собаки большие но в молодом возрасте до для того чтобы как бы для того чтобы собаки как бы не испортить ее то есть она развивается до того костная система развивается если мы на ошейнике будет для выгула да а собака какая немецкая овчарка так ты чисто для тренировочных целей или для или вот вот выходить гулять собакой то есть я на немецкую овчарку я бы шлейку стал бы одевать бы только для того чтобы грудь ну грудь развить и к этой шлейке там цеплял бы всевозможные там покрышки там санки детские так далее чтобы она таскала у меня вот но это естественно если это абсолютно здоровая собака а так на шлейку одевать представь себе у тебя собака не ходит рядом да то есть ты дискомфорт создаешь в плане того что ты подергиваешь иногда а за шлейку когда ты идешь гуляешь собакой только только выживая вызывает желание тянуть еще больше вперед то есть дискомфорта никакого нету а вот это вот пружина которая сжимается когда ты тянешь собаку за шлейку она разжимается а она шеет их все равно ты создаешь дискомфорт и раз там вот именно не тянувшимся поводком подкорректировал вот так где то мне тут но я вот на на этом примере на мерной ложке кофейной вот внутри поводки многие держат неправильно то есть когда корректируют собаку держит неправильно поводок вот многие держат поводок вот так вот вот что сам поводок уходит сюда вперед не сюда а вот именно сюда уходит вперед поводок и воздействовать на собаку вообще неудобно то есть если держать поводок ну может быть мне так удобно но мне кажется принципе я человек обыкновенный поэтому как бы и физиолог у нас у всех одна и та же мне проще вот собака она же должна идти рядом с тобой да там ну или немножко позади тебя а когда она рядом с тобой идет правильно не впереди она бежит как вот действительно дал так может быть удобнее будет но по правильному она идти должна рядом поэтому поводу идет вот сюда вниз туда вниз и мое вот она собака вперед забежала я вот так вот сделал я уже подкорректировал собаку то есть я ей дал понять и собака идет рядышком на шлейке у тебя не получится у тебя на шлейке дергать придется резко вообще на самом деле для того чтобы откорректировать собаку шлейка еще знаешь она для чего хороша шлейка хороша для того чтобы привязать собаку куда-то да чтобы она когда дергается чтобы она не вымурнула скажем из ошейника то есть вот на проведении тренировочных мероприятий каких-то да ты привязываешь собаку уходишь заниматься начинаешь там где-то что-то и собака у тебя сидит большинство собак очень быстро учатся вылазить из ошейника ну и тем более действительно она может себя травмировать если она на привязи никогда не сидела когда она будет пристегнута на шлейке тогда это будет лучше вот ну давайте вернемся обратно видом поводков то есть мы с вами уже уяснили да что поводки нам нужны жесткие чтобы передавали нашу механическую энергию воздействие на собаку именно держим этот поводок здесь и вот теперь такие поводки бывают поводки бывают первое как лучше на ум приходит кожаный поводок да спасибо кожаный поводок потом значит нейлоновый поводок да какие еще поводки бывает у нас бывает и тросики такие металлический тросик да сверху в полимерном материале каком-то вот они как раз вот такие вот пружинные поводки из какого материала еще поводки бывают еще сейчас новый вид материала такой стал популярный и модный но достаточно дорогой это материал называется биотан вот первый кожаный поводок чисто из гигиенических целей это поводок который до плетеный да там какой-то ручной работы допустим да но вот это поводки которые собирает на себе все вот представляете себе у вас собака побежала куда-то да там поводок пристегнутый где-то в лужу вам попал этот поводок все там завелись бактерии грибочки какие-то он начинает рассыхаться сок вы потом закрепки эти лопаются и так далее то есть кожаные поводки как бы я будут не рекомендовал бы никому дальше идем вот механический поводок металлический тросик в полимерные оплетки пружинкой вот такой вот здесь мы не сможем передавать ту механическую энергию которую ну передавали бы собаки следующий вид поводков это поводки из иона ну вот это более менее такой достаточно хороший поводок который можно всегда постирать который не зацепится у вас там за ветки потому что все таки все синтетика это скользкий такой материал то есть опять же они бывают как ленточки да такие как ленточки а бывают поводочки как как веревочка то есть на веревку и следующий поводок это современный поводок такой это из материал из биотана там можете набрать в интернете посмотреть биотановые там ошейники биотановые поводки то есть как бы это современный материал такой достаточно хорошего качества и которому вообще вот не страшны всевозможные грязь там дождь и температурные режимы то есть биотан что это такое это полимерный материал о не полимерный материал это синтетическое волокно и плюс к тому что это синтетическое волокно его еще сверху заливает полимерным материалом то есть представляете себе да вот она сама синтетика по себе ну хороший материал а сверху его еще залили в полимером пленкой то есть вот пришли вы с прогулки до собака у вас купалась где-то там по лужи бегала там бы и пусть это поводок с ней там таскался везде ошейник этот везде с ней таскался и пришли вы домой вы под струю воды поставили его и он у вас чистый аккуратно его сушить ничего не надо сейчас я покажу что это за такой биотановый ошейник вот он биотановый ошейник то есть видите вот он блестящий такой это синтетическое волокно не знаю тут камера сейчас может передать или не сможет мне не видать ну короче здесь видно он там ниточки такие мысли присмотреться как клеточки их видно вот и сверху она еще залита пленкой он не дубеет на морозе вообще не дубеет на морозе то есть вот сейчас у нас температура была по 36 градусов до мороза я как бы выходил на на улицу он такой же мягкий остается также гнется также эластичное все то есть поводки и и ошейники вот такого материала это достаточно хорошая амуниция ну а по поводу шлейк к электроошейнику да к электро это вот он и есть кстати электроошейник мы уже с ним приучились я сегодня кстати выложил на youtube с утра прям выложил если вы не были то зайдите посмотрите как мы гуляем с акбаром на меня в руках находится этот сам передатчик электроошейник вот поэтому мы уже кстати с ним и и выбрали рабочую частоту то есть та которая будет влиять поэтому зайдите на youtube можете сейчас прям зайти посмотреть там это уже все присутствует выбрали с ним частоту рабочую вот кстати о чистоте то есть вы когда приучаете собаку к ношению электроошейника и не в первый день когда вы одели ошейник и не во второй и не в последний день когда вы уже начинать хотите дрессировать при помощи электроошейников а где-то промежуточных то есть вот неделю походили да и раз одели на собаку ошейник точнее до пришли с прогулки да с электроошейником она так и осталась и она у вас лежит где-то вместе который привычно для нее нет никаких раздражающих моментов то есть там никто не бегает никто не кричит игрушек рядом нету каких-то там еды рядом нету то есть кушать собака не собирается она только пришла вот легла отдыхает все никаких не раздражителей ничего нету ошейник на собаке одеты вы его не снимаете берете в руки сейчас тоже возьму пойдем даже даже если лучше если ну вы где-то не рядышком будете находиться через зеркало то есть будете смотреть где-то вот собака да а в зеркале отражение вы ее видите берете передатчик сам ставите на минимальную частоту и смотрите за поведением собаки то есть там вот разные передатчики бывает вот этот вот от единицы там у него до 10 есть от единицы до 100 и уже вот ставите на минимальную на единичку смотрите на собаку она его лежит спокойно и на раз сигнал послали не отреагировал то есть ну не почувствовал я реально не чувствую даже вот я себе ставлю на тонкую кожу представляете собака это все-таки в бойцовское животное которых драки приспособлена она живет за счет драки то есть собаки посмотрите постоянно какие-то конфликтные ситуации а тем более на шее это места такие наименее чувствительное место поэтому на первой не всегда собака может почувствовать раз ну еще раз делаете на первой посмотрите вообще ни ухом не повела не рылом ничего раз на вторую поставили раз опять послали для проверки еще раз послали если там ни уши ничего не зашевелили стали спокойно и лежите на третью вот у меня собака стала реагировать знаете на какое на пятую то есть вот здесь вот 10 уровней собака стала реагировать на пятую ну как она стала реагировать то есть я нажал на кнопку я он меня не видит я его зеркало смотрю как у тебя и ведет ничего раздражающего рядом нет я знаю ни запахов ни звуков никаких ничего абсолютно и у него ухо оп что-то случилось да ну понятно на шее что-то он как раз я раз еще на 5 коп еще раз ухом такой уже раз так голову поднял раз опять успокоился я сделал шестую шестую поднял он такой раз сразу уже такой все 6 это уже это уже это резко это уже чувствует он уже хорошо я чувствую шестую да вот я не стал там доводить до 7 допустим чтобы уже совсем больно там собаки не делать да а я снизил на пятую и вот теперь я буду работать собакой именно на пятом уровне то есть на пятом уровне но здесь еще смотрите и все и потом после этого неделя две еще выдержки сделать чтобы не работать собакой чтобы она опять же не связала не с вами эту болевую ситуацию какую-то не с ошейником не с передатчиком то есть для того чтобы не было вот этой взаимосвязи то и взаимосвязь у собаки должна быть только для того только кто то то что не выполнила значит что-то произошло если выполнила произошло поощрение если не выполнила значит что-то там случилось такое то есть это как но небольшое одергивание поводком и не более того но опять же, тут вы должны учитывать такой небольшой момент что когда собака не знакома с электростимулом да, с этим то но она не понимает, что произошло поэтому она может терпеть первый, второй, третий, четвертый там уровень да, и на пятом только, ага, ну уже терпеть это невозможно вот, она коп уши повела там и так далее и все, поэтому где-то дня через два я советую еще раз попробовать эти все уровни, точно так же пришли домой, ну не сняли там ошейник, поэтому периодически то снимайте его, то не снимайте его этот ошейник пришли домой, собака успокоилась, где-то через часик, через полтора нету никаких раздражителей собака лежит в свободной обстановке вы опять берете опять раз на первом уровне ноль эмоций, да то есть собака уже знает что что-то может быть такое то есть раз на втором уровне ноль эмоций раз на третьем уровне ноль эмоций на четвертом уровне тоже ноль вот на пятом раз он у меня ушки приподнял то есть я уже закрепил у себя в голове то, что собака мы потом будем действовать на пятом уровне как мы будем идти дальше развитие событий я примерно сейчас вот объясню для того, чтобы понятно было что не стоит в этом случае торопить события какие-то для того, чтобы не было каких-то негативных последствий а негативные последствия если с дуру вы лопите да собаки сразу же даже допустим вы уровень определите там и так далее с этим уровнем и раньше времени начнете там заниматься с животными то здесь может взаимосвязь с другим произойти абсолютно то есть заниматься потом надо будет с наименее такими, скажем так с наименьшим количеством раздражителей как и любую команду вы когда учите то надо будет заниматься с наименьшей степенью раздражения то есть опять же начать заняться например в квартире сейчас подойдите подождите я музыку выключу то есть сидеть лежать собака не сделала сразу раз простимулировали хоп она поняла сделала заниматься надо будет если потом выходите уже на улицу да то есть начинаете сначала в квартире потом выходите на улицу на улице начинаете заниматься где-то в тихом дворике в каком-то сначала на поводочке чтобы у вас собака была ну все это будет это все я просто не тороплю события для того чтобы все это было понятно вот а то что может произойти вот смотрите ситуация значит хозяйка одевает электроошейник она мне жалуется лет туда-сюда я бы по вашему совету приобрела электроошейник значит как бы у меня собака бегала за кошками я решил значит отучить ее то есть ну да она выставила уровень воздействия то есть вот этот минимальный собака как бы когда представляете уровень возбуждения на кошку да и вот этот уровень воздействия минимальный на который мы просто там ну немножко поправляем собаку на кошку надо посильнее да я это тоже ей сказал но опять же я ей сказал чтобы она действовала то есть в рамках все эти временные промежутки времени соблюдала она их нифига не соблюдала она решила сразу же опробовать одела электроошейник лупила на полную мощность значит как бы собака увидела кошку без поводка без квартиры собака не понимает что там происходит с ней собака увидела кошку ломанулась естественно за этой котярой хозяйка на что происходит в этот момент у собаки в башке такая каша начинает вариться то есть хозяйка не заметила для нее естественный момент что значит как бы машина тут проезжала рядышком и рев машины раздавался за кошкой она так и ломанулась потом она ломанулась в другую сторону и с тех пор у нее собака боится машин то есть рев машины и удар электро электрошокера вот этого вот который был на максимум выставлен у собаки связался именно с ревом машины теперь она как только машина рядышком проезжает она ломится в сторону там от машины и собаку и хозяйку вместе на поводке с собой тянет то есть понимаете что произошло то есть не было вот этой последовательности действий выработанных правильно и не было в голове порядка у собаки то есть она в квартире не поняла она на улице без раздражителей не поняла не усвоила а сразу с раздражителями а какой она там раздражитель прихватила сразу же это уже только одной собаке известно поэтому вот торопиться с этим делом вы приобрели этот ошейник и сразу пытаетесь все свои вот эти вот ожидания от этого ошейника получить вот не надо этого делать надо соблюдать временные все эти ну скажем так график времени вот этот соблюдать это все таки выработка условного рефлекса да и это наука биология которая ну ничего мы с ней сделать не можем как с наукой математики понимаете вырабатывается условный рефлекс вот он как вырабатывается так он и будет вырабатываться кстати кто-нибудь знает что такое условный рефлекс вообще или нет мне интересно просто вот три человека нас сейчас смотрят кто-нибудь один может сказать что такое условный рефлекс то есть любой поведенческий момент который мы команду какую-то вырабатываем у собаки или там что-то требуем от нее мы всегда занимаемся тем что вырабатываем условный рефлекс что такое условный рефлекс ну хотя бы на примере на каком-то кто-то может мне объяснить я вот часто привожу этот пример и до сих пор еще не сделали у нас там кнопку на подъезде пример который я привожу не знаете значит условный рефлекс ну если так не не лезть в высшую нервную деятельность это ответная реакция организма на какие-то раздражители этих раздражителей должно быть ну как минимум два вот пример обычный пример у нас на работе стоит ну у всех в подъездах стоит вот эта вот дверь да там с электрозамком вы когда выходите вы нажимаете на кнопочку которая в стороне где-то находится дверь открывается и вы выходите да потому что ну замок с работой у нас на работе эта кнопка уже она не работает я не знаю полгода наверное точно не работает то есть кнопка не работает замок не работает я когда выхожу с этого подъезда я до сих пор нажимаю на кнопочку для того чтобы выйти чтобы дверь открылась то есть вот это есть условный рефлекс то есть это ответные реакции организма на какие-то раздражители мне надо чтобы дверь открылась для этого я должен нажать на кнопочку то же мы пытаемся сделать и собаку то есть чтобы собака села мы должны посадить ее в это положение да как учит классическая школа наша дрессировка и дать дать понять то что в этот момент ей было кайф т.к. произносим раздражитель голосовую команду сидеть допустим да усаживаем собаку в это положение рукой это первое значит мы что произносим голосовую команду сидеть ADAM жест рукой сидеть показываем т.к. второй раздражитель голосовой рукой жестикуляция Второй раздражитель Собаку механически усаживаем В это положение И подкрепляем ее Безусловным Даем ей какую-то подкормку Подкормку Либо что там у нас любит собака Значит какую-то игрушку Вот То есть И собаке откладывается Раз она это сделала То есть мы говорим сидеть Она села Жест вкусно Нормально Второй раз сидеть Жест вкусно Третий раз Четвертый раз Пятый раз Шестой раз Седьмой раз Восьмой раз Девятый раз И все это там в течение нескольких дней И у собаки уже вырабатывается условный рефлекс На голосовую команду На жестикуляцию Потом мы с вами можем убрать Например голос Просто рукой Либо руку убираем И просто голосом говорим У нее уже рефлекс А рефлекс дальше перерастает в навык То есть это уже На уровне вообще подсознания Конкретно Тебе вот произносится этот звук Ты садишься на жопу И тебе кайфово от этого становится Вот Вот все это мы делаем Вот что бы мы ни делали с животным Команды рядом Команды ищи То есть это все условный рефлекс И Да Вот Здесь ничего сложного нет Вот каким бы способом Вы не повторяли То есть Можно подойти же к этому вопросу Каким образом Можно подойти к этому вопросу С точки зрения механики Да То есть Чисто механически Усаживать животное А можно С точки зрения Зоопсихологии Подойти То есть Вы можете механически Посадить собаку Ну рукой надавить Ей на жопу Например Да На круг Собака сядет Вы дадите ей подкормку Она Ништяк Хорошо Короче Я запомнила Все Зашибись Классно Рефлекс Словно выработался Главное Много раз повторять Это все дело Вот А можно подойти С точки зрения Психологии Зоопсихологии То есть Чисто промотивировать Собаку Да Вот Ты поднимаешь У нее над головой Вот эту подкормку Ну там Мячик какой-то Палочку Что там ей интересно Ей же Вот Другого Удобного положения Не будет Для того Чтобы посмотреть Она Она сама сядет на жопу То есть Ей рукой усаживать Не надо Понятно То есть Кайф заключается В том Что вот Я пропагандирую Именно Мой канал Да Там Я Пропагандирую Что не надо Собаку Заставлять Что-то делать Можно В принципе Сделать так Что она Сама Закончит Это сделать Но опять же Многократное Повторение Многократное Повторение Опять же Я говорю Сидеть Опять же Я рукой Этот же Сделаю Вот Приводит К выработке У этого Того же Самого Условного Рефлекса А можно Вообще На контрасте Это сделать То есть Вот Три варианта Механически Вы усадили Второй вариант Собака Сама захотела Это сделать И третий вариант Вы ее стяганули Вообще Вот просто Подзатыльник Дали какой-то Или плеткой То есть В классической Школе Дрессировки Используется Такой Предмет Как плетка Да Ну реально Я вам говорю Учебник Открываешь Там написано Там воздействовать По методам Плетки Да Берешь плетку И стягаешь Собаку То есть Это тоже Это третий вариант Да Но если Вы будете Часто Делать Это все То Условный Рефлекс Он все равно Выработается Вообще Это интересно Кому-нибудь Что я сейчас Рассказываю Или нет Или я уже Там В дебри полез Нравится Да Сердечки Пошли Значит Это хорошо Это клево Да Ну вот То есть Ну вот Смотрите Идем Рассуждаем Дальше На эту Тему Если Вы будете Механически Усаживать Собаку Да Подкреплять Ее То есть Вот Первым методом Да Дрессировки Чисто Механически Как Тут тоже Классическая Школа Дрессировки Говорит Там Собаку Для того Чтобы ее Положить Команду Лежать Выработать Нужно Вот Собаке Пристегнут На шею Поводок Вы На него Ногой Становитесь Тянете Вверх То есть Собаку Вниз Она Укладывается То есть Опять же Вы Механикой Укладываете Подкрепляете Говорите Там Лежать Молодец Хорошо И так далее А если Вы просто Руку вниз Опустите Еще Вот Такое Движение Сделаете То есть Собака Вниз Опустилась А потом Раз Вот так И рукой Подводите Под нее Она Ляжет Сама Ляжет Потому Что ей Так Удобно Будет Вот И Здесь А третий Вариант Когда Вы плеткой Поджог И Дали Это Метод Контраста Вот Здесь Уже Ваши Взаимоотношения Будут Выстраиваться Между Вами И между Собакой То есть В первом Варианте Собака Ну Надо Так Сделать Если Я Сейчас Так Не Сделаю У меня Все Равно Укладут Да То есть Все Равно То есть Это Будет Ну По Любому Надо Потому Что Вот Так Получается Второй Вариант Который Я Говорю Тогда Собака О Блин Кайфово Мы Мы Партнеры Вообще С моим Хозяином Да А Третий Вариант Это Когда Ааа Ё-моё Сейчас Короче Меня Стеганут По Жопе Блин Вот То есть Какой Был Вы Вариант Выбрали Второй Да Вот Но Во втором Варианте Здесь Больше Всего Работы Происходит Да Да Второй То есть Здесь Должен Быть Как Учитель В школе Он Вроде Один И тот Же Предмет Придет Одну И ту Же Биологию Одну И ту Же Химию Ну Кому То Интереснее Да Кто То Интереснее Преподает Да А Кто То Не Интереснее А Теперь Представьте Себе Уровень Подготовки Преподавателя Да Для Того Чтобы Вам Интересно Преподнести Предмет Он Должен Тебя Знать Конкретно Как Личность То 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 Вот С Такими Вот У тебя Такой Шутку Юмор Ты Понимаешь Да Ты Там Любишь Там Баскетбол Например Да Ты Волейбол Любишь То Каждому Нужно Индивидуально Кто То Вот Так Вот Сядет Хорошо Да А Кому То Поднос Поднести Кто Игривый Ему Вверх Если Начнешь Подносить На Команду Сидеть Он Вверх Прыгать Начнет А Кто То Нет Кому То Кому То Ниже Вот Так Вот Надо Кому То И Выше На Оборот То Здесь Индивидуальный Подход И Вот Здесь Практика Важна Очень Сильно То Проще Сего Сделать Собаку Затыркать На Плетке Или Чисто На Механике Усаживать Постоянно Я Еще Раз Говорю Что В принципе Собака Это Робот Так Же Как Человек Но Сколько Сил Вы На Это Хотите Потратить То Есть Еще Раз Элементарный Пример Приведу С Командой Фу Всем Привожу Этот Пример Абсолютно Когда Вы Собаку На Строго Мошенники Дергаете Резко У Бах Башки Негатив Такой Ей Сказали Фу Значит Моя Собака Че Воспринимает Фу То То Есть Она А Я Подбегу Сейчас Хозяину Короче И Он Мне Чего То Вкус Это У Моей Собаки В Голове Лежит Такой У Другой Собаки В Которой На Контрасте Выработали Фу Это Меня Сейчас Будет Бить Короче Это Все Это И Та И Та Отходит От Предмета Но Индивидуальный Подход Нужен Поэтому Чем Больше Вы Смотреть На Нем Как Она Чего Она Там Любит У Вас Чего Не Любит Вообще То Есть Проявлять Терпение Мы Заводимся Когда У нас Чего Не Получается Мы Кого Винить Начинаем В первую Вочерню Не Себя Понятно Себя Любим Винить Мы Начинаем Винить Кого Другого Вот Вот Смотри Вот Метод Кнута Я Прочитаю Я Метод Кнута Не Приемлю Ни В коем Случае Вот В любом Случае В любом Случа Мы На Мотивации Всегда Собаку Учим Чему То Есть Мы На Мотивации Собаку Можем Научить То Есть Пока Интересно Пока Она Еще Не Знает Пока Она Получает То Есть Мы Голодную Собаку Вывели Мы Ее Подкормили Она У нас Да Раз Два Три Четыре Сидеть Лежать Все Это